Я Елена Белоградова и я всех приветствую в студии программы «Здоровая тема». Здесь мы не выставляем диагноз, а разбираемся в тонкостях болезни и ее симптомах. Весна – время года, когда после холодной зимы подольше хочется задержаться на улице и прогуляться на свежем воздухе. Да, сказывается дефицит витамина D, именно поэтому мы восполняем его солнечными ваннами. Солнышко пригревает, светит ярче и это здоровая тема, но сами того мы не замечаем, начинаем щуриться. Не щурьтесь, потому что такая привычка не только портит внешний вид появления морщин, но и отрицательно влияет на глаза. А глаза – важный и уязвимый орган, нагрузка на них накапливается и усиливается, а сейчас век компьютерных технологий так особенно. И если глазам не уделять особого внимания, то зрение становится хуже, появляются различные заболевания. На что стоит обратить внимание, чтобы сохранить остроту зрения на долгие годы? Сегодня нам об этом расскажет врач-офтальмолог Роман Александрович Сарычев. Здравствуйте! Здравствуйте! Роман Александрович, итак, давайте начнем с того, как часто нужно проверять зрение. То есть раз в год или для каждого возраста есть какие-то свои рекомендации и критерии? Ну, вот у детей, например, чаще всего мы стараемся почаще проверять, но это раз в полгода, то есть до 6 лет, начиная с годовалого возраста. Если старше 6 лет, ну и до лет 18, ну желательно, конечно, раз в год проверять. Ну, реже там, иногда родители раз в 2 года проверяют зрение, если там никаких нет проблем. И, конечно, стоит заострить внимание на том, что люди должны проверять свое зрение уже после 40 лет, ну и в течение жизни, конечно, при изменении, допустим, каких-то моментов. Ну, как минимум раз в год нужно, тем более после 40-45, потому что там уже могут начать серьезные какие-то моменты с изменением именно в органах зрения, поэтому раз в год обязательно. То есть дети до 6 2 раза в год, заострим внимание, с 6 до 18, и в последующем возрасте раз в год обязательно. Если нету здесь каких-то заболеваний. Если есть заболевания, то здесь, скорее всего, раз в полгода, если, допустим, близорукость, дайнозоркость. Вот как раз-таки по поводу заболеваний. Какие самые частые проблемы у людей возникают со зрением? С чем приходят, обращаются? Ну, это, конечно же, проблема первая, это близорукость, наиболее частая, или ее миопия называют по-научному. То есть здесь человек обычно отмечает то, что он видит хорошо вблизи, но далеко, соответственно, плохо видит. Это есть близорукость? Это есть близорукость, да. Здесь мы рекомендуем носить линзы рассеивающие или с минусовым параметром, с минусовыми диоптерами. Вторая проблема – это дальнозоркость или гиперметропия. Здесь человек отмечает, что он скорее, ну, по большому счету, если условно говорить, что он видит даль хорошо, а вблизи плохо видит. Соответственно, здесь мы, наоборот, собирательную линзу применяем, либо с плюсовым параметром. И многие обращаются с такой проблемой, как астигматизм, об этом все спрашивают. Здесь, конечно, немного другие линзы применяются, более сложные. Эта проблема связана с тем, что роговица и хрусталик немножко неровной формы, неровное, нечеткое изображение проецируют на сетчатку. То есть мы уже выравниваем… Это линзы с параметром, со сферой цилиндрическим параметром, то есть более сложная линза. Здесь, конечно, мы уже подбираем ее с помощью компьютерной диагностики. Это здоровая тема. Мы сегодня говорим о глазах, о здоровье наших глаз и остроте нашего зрения. Роман Александрович, ну, принято считать, что очки – это первый помощник в решении проблем со зрением. Это миф или правда все-таки? Да, это первый этап. Все-таки первое, чем мы можем помочь человеку – это оптика, то есть медицинская оптика. Сюда, соответственно, относятся очки, контактные линзы, ну и все, что с этим связано. Все, что связано, чтобы надеть на глазки, да? Да, совершенно верно. Ну вот медицинская оптика может ли помочь, например, людям с такими заболеваниями, как глаукома или катаракта? Здесь надо смотреть в зависимости от степени развития этих заболеваний. То есть на ранних стадиях развития катаракты мы еще можем помочь. Если уже, так сказать, очки не помогают и степень коррекции достигает ниже 50%, там уже оптометрист или врач-офтальмолог смотрит, насколько вообще мы можем помочь чем-то очками. Там уже рекомендовано оперативное лечение. Да, при глаукоме тоже надо смотреть стадию глаукомы. На начальных стадиях, конечно же, мы можем помочь. Очки все-таки выручают, да? Да, в какой-то степени. Это, наверное, действительно, первый помощник при таких заболеваниях, пока болезнь еще не спрогрессировала, правильно? Да, ну, конечно, еще надо посещать офтальмолога и получать рекомендации, что скажет врач. И, конечно, если и там необходимо применить медицинскую оптику, мы ее, естественно, применяем. Вот мы сейчас с вами заговорили о медицинской оптике. Роман Александрович, вы принимаете в Павлодар Оптик, где можно не только выбрать и заказать очки, но, кстати, еще и проверить зрение и получить профессиональную консультацию. Давайте посмотрим небольшой материал о Павлодар Оптик. Изготовить очки за 15 минут легко. Однако современная оптика уже давно не просто магазин очков и контактных линз. Сегодня она может быть полноценным диагностическим центром, где работают специалисты по подбору средств коррекции зрения любой сложности. Поэтому не обязательно идти к поликлинику на прием к офтальмологу. В салоне Павлодар Оптик вас встретят специалисты, которые проверят зрение и дадут профессиональные рекомендации. Если требуются очки, то мы можем их изготовить. Если мы не можем, например, те или иные ситуации, в которых не помогают очки, к примеру, мы уже используем либо вариант контактной коррекции, то есть это контактные линзы, либо уже даем направление, соответственно, в другие организации лечебные, которые занимаются или оперативной деятельностью, либо лечением органов зрения. Выбор оправы делать серьезное в Павлодар Оптик стилист поможет вам идеально подобрать очки. Ассортимент впечатляет. Порядка трех тысяч моделей. Молодежные и детские для мужчин и женщин, антифары для водителей, для работы за компьютером глаукомные и солнцезащитные. Солидная линейка оправ от известных брендов Антонио Марони, Арфео Энза, Глори и Поли. Также здесь множество аксессуаров для оптики и контактных линз. Нужно вот что-то быстрое и в бюджетный вариант, то пожалуйста. Плюс действующие скидки позволяют достаточно качественно закрыть потребности даже в формате небольшой суммы. Здесь есть выбор как ободковых оправ, так и лесочных, так и на винтах. То есть, пожалуйста. Но если человеку требуется уже как-то выделиться, создать свой образ или создать свой имидж, тогда мы предлагаем линейку имиджевых оправ. Главный совет профессионалов – тщательно выбирайте линзы. Именно от них зависит, каким будет качество вашего зрения в новых очках. Кстати, здесь вам изготовят их всего за 15 минут. Кроме того, в Павлодар Оптик действуют акции «Сейчас время весенних скидок». Вас ждут ежедневно. Итак, Роман Александрович, мы продолжаем. Заговорили об очках. Очки. Это, кстати, мои очки. Вот, это мои очки. Очки. Многие сейчас им отдают предпочтение, да, и многие не хотят даже расставаться с очками. Ну, может быть, кто-то не особо хочет надевать, использовать линзы. Ну, вот какие-то особые преимущества есть у оптики? Может быть, опять же, легкость, материал. Какие преимущества, к примеру, можно назвать все-таки для оптики? Ну, сейчас на данный момент все популярнее. Ну, и не то, что популярнее. Самый популярный материал, из которого изготавливаются линзы, ну, в том числе и оправы, это, конечно, пластики. То есть сейчас появился огромный выбор пластиков. И здесь преимущество перед стеклом имеет смысл, потому что... Ну, преимущество первое, это, скорее всего, вот что они действительно легкие. Вот у меня очки в руках, вот они фактически не ощущаются. Разумеется, они и на лице, их не особо ощущаешь, потому что они и легенькие, и оправа, и сама линза. Это первый момент. Но, опять же, очки, наверное, вы сказали сейчас, пластик. И... А что касается оправ? Оправы, здесь, конечно, выбор огромный. Есть, конечно, и металлические оправы, и пластики. Все зависит от того, какие вам потребности надо покрыть. Если вам нужна легкая оправа, чаще всего люди выбирают пластики. Если вам нужна все-таки прочность, ну, хотя сейчас и пластики обладают очень сильной прочностью, особенно детские пластики. Детские очки я знаю очень много. Сейчас даже такое направление, как каучуковые очки. Да, там есть такое направление. Мы называем это атравматическая оптика. То есть если ребенок активный, он бросает очки, он активно там двигается. Естественно, мы применяем очки с атравматической оправой. Там легкие пластики применяются. Они более гнутся, и можно бросать их. Если что касаемо линз, то для детей мы порой выбираем поликарбонатную линзу. Это есть такая линза. Именно прямо линза поликарбонатная? Да, есть такая. Или оправа? Нет, это именно линза. Именно из материала поликарбонат. Она отличается тем, что она сверхпрочная. То есть она выдержит огромные нагрузки. Далее, те пластики, которые на рынке есть, имеются в виду, те, которые именно используются для заказных очков, они более качественны, чем, например, человек, если пойдет и на рынке купит себе очки. Что чаще заказывают? Ну, чаще, конечно, пластик. Но есть, конечно, отдельная категория клиентов, которые все-таки стараются заказать стекло, но это очень редко бывает. Но, тем не менее, мы пытаемся проинформировать людей, что стекло – это все-таки материал, который отходит. Потому что, ну, во-первых, если такие очки падают и разбиваются, можно при падении просто осколок, если отлетит от стекла, он может повредить глаз. А вот как правильно подобрать очки для ребенка? На что здесь все-таки? Вы уже отметили, что один из факторов при выборе и подборе оптики для детей – это прочность, вот как мы уже сказали, поликарбонатовые стекла, каучуковые оправы. На что еще стоит обратить внимание, когда вот я привела ребенка, и мы подбираем очки? Чаще всего детей замечают, ну, почему, как у них меняется зрение, как взрослые замечают, что ребенок начинает как-то себя неадекватно вести дома и подходит, например, к телевизору очень близко, и родители начинают беспокоиться и обращаются к офтальмологу. Выясняется, что, например, у него там близорукость или астигматизм. Реже и реже уже там какие-то возникают осложнения наподобие косоглазия, еще таких более тяжелых случаев. Но при подборе очков у ребенка, на что мы обращаем внимание? Ну, во-первых, подбор у ребенка немножко сложнее, чем у взрослого. Почему? А в чем проблема? Маленькое расстояние переносится или что? Нет, проблема в том, что у ребенка очень сильный аппарат, аккомодационный. То есть он может обманывать наши аппараты при диагностике. То есть непосредственно, когда проверяете зрение? Да, то есть если ребенка посадить просто за один из аппаратов, в котором мы проверяем взрослого, он может просто показать неверные данные. Поэтому мы чаще всего применяем при диагностике и закапывании глазных капель у детей. Это группа медриатиков. Там мы с помощью этих препаратов мы парализуем мышцы аккомодации и, соответственно, более четкие данные получаем уже объективные для диагностики. Ну, вот, Роман Александрович, все, зрение проверили, знаем, какие нам надо очки. Как детям стараемся подобрать очки? Очень большой выбор оправ. Одно время было направление все детки носили очки, как Гарри Поттер, кто-то еще, как Лисички очки. Все-таки как подобрать очки так ребенку, чтобы он их носил, можно сказать, с удовольствием, чтобы он не забывал о том, что это, опять же, его помощник, чтобы он себя чувствовал комфортно, все видел. И читал в школе, и занимался. Ну, здесь тоже многое зависит от родителей и от самого ребенка, то есть, если ему нравится или не нравится. Если нравится, здесь уже смотрим, какая оправа действительно понравится ребенку. Если не нравится, если считают, что там его будут называть, хотя таких детей, опять же, я говорю, что их не так много. То есть, есть дети, которые прямо хотят носить очки, и они прямо приходят и говорят, я хочу, потому что у меня там в школе, у меня носит кто-то или мои соратники, одноклассники очки. Ну, опять же, наверное, красивые, потому что очки, красивая оправа, красцветные. Сейчас есть и разноцветные, и какие-то мерцающие. Сейчас большой выбор. И вот, то есть, дети сейчас все-таки идут и выбирают то, что им нравится. Да, сейчас выбор оправ огромный, и у детей в том числе, и можно подобрать. Даже есть брендовые, там, например, Angry Birds, которые сейчас очень популярны. Вот, и, конечно, если ребенку необходимы очки, мы уже стараемся ему подобрать те, которые ему нравятся, чтобы он с удовольствием их носил. То есть, это здоровая тема, мы носим очки с удовольствием, и вот, оказывается, у детей, вот видите, сейчас есть такое направление, новомодные очки Angry Birds. А что еще? Ну, опять же, мы ориентируемся еще на травматичность оправы, но это, опять же, и смотрим, если уже более старшие дети, они выбирают более темные оправы почему-то. Хотя сейчас есть еще направление, например, вот последнее это. Вот темные оправы, я вот, в пример приведу, это вот наподобие вот таких вот очков. Это вот буквально появилось, может быть, несколько лет назад. Ну, то есть, это еще такие модные, да, модные такие направления? Да. Дети выбирают именно темные почему-то оправы, но здесь я могу объяснить это только с точки зрения психологии, потому что ребенок пытается обратить на себя внимание. А, то есть, такая консервативность такая, да? Да, то есть, они все-таки пытаются заострить на себе внимание, что человек в таких очках, он более, так сказать, заостряет внимание. Ага, то есть. В отличие вот, ну, опять же, вот от таких очков, да, вот, где оправа не видна, но такие более рекомендованные очки, например, у взрослого людям и деловой формат. И деловой такой, да? Да, совершенно. Хорошо, вот мы сейчас как раз с вами постепенно подошли к тому, что все-таки форма лица играет при выборе очков, стиль, направление, мода. Здесь вообще выделяют пять форм лица. Это круглая форма лица, квадратная, есть овальная, треугольная и сердцевидная форма. Для каждой формы лица мы, соответственно, подбираем свою оправу. Давайте на какой-нибудь, например, вот на какой-нибудь, на круглой форме лица остановимся. Круглая форма лица у человека. Какие все-таки ему очки, какие оправы, в какой форме подойдут? Здесь рекомендованы более прямоугольные оправы, более квадратные и геометрических форм. Что-то наподобие, наверное, опять же такого? Прямоугольные? Нет, это более овальные, наверное. Здесь, наверное, вот что-то подобное, наверное, подойдет. Если говорить о наоборотах, о квадратной форме лица, нам рекомендованы наоборот круглые, чтобы сгладить углы. А если говорить об овальной форме лица, здесь подходят практически любые и круглые, и прямоугольные оправы. А линзы должны быть все-таки... Вообще сейчас, опять же, направление... Вот одно время были, опять же, знаю, модно, что линзы были не совсем большие, мелкие. Сейчас что возвращается к тому, что сейчас все-таки стараются более крупные, большие сделать линзы? Да, есть сейчас тенденция вернулась, молодежь пытается все-таки увеличить объем линз на лице, чтобы это было прямо красиво и смотрелось. Почему-то вот вернулась эта тенденция. Опять же, я вам скажу универсальную формулу. То есть есть люди, которые просто приходят, и они одевают, и им нравится. То есть здесь все-таки мы как в парфюмерии, то есть что нравится. То есть классика. Да, поэтому все-таки салоны оптики, они имеют смысл, что вы приходите, вы подбираете оправу так, которая вам нравится. У вас выбор огромный. Да, совершенно верно. Ну, мы сейчас говорим об очках, о здоровье наших глаз. Ну, не могу не затронуть такую тему, как очки для компьютера, компьютер, работа за компьютером, использование всевозможных гаджетов. Что вскрывать? Для многих сейчас рабочее место за компьютером – это действительно рабочее место, где мы проводим очень много времени. И идет, разумеется, нагрузка на глаза. Вот первый момент. Все-таки как постараться снизить эту нагрузку? Ваши рекомендации, врача-офтальмолога. Делать перерыв, делать какую-то зарядку, моргать глазами, пройтись, прогуляться. Это я так думаю. А что скажете вы? При работе за компьютером в первую очередь мы рекомендуем использовать, если у вас есть нарушение со зрением, но и без нарушения, это пользоваться очками с компьютерной защитой. Здесь выделяют два основных направления. Это антибликовые линзы и компьютерные линзы с последними наворотами, которые называются Blue Block. То есть они блокируют синий цвет, синий фильтр. От английского Blue Block, да, значит, синий. То есть минимизируют его излучение. Да, выяснили ученые, что наиболее вредным является все-таки синий цвет. И это сейчас тенденция новая в оптике, что все-таки популярнее стали очки с блокировкой синего цвета. То есть два вида очков, защита от компьютера. Антибликовые, которые снимают блики с экрана компьютера. Вот это вот? Ну это больше, мне кажется, на Blue Block похоже, потому что здесь такой голубоватый оттенок. Конечно, современный, уже более современный. И вот второй вид, это вот как раз, который я демонстрирую. Которые, самое большое их преимущество, это все-таки они минимизируют вредное излучение компьютера. Да, это наиболее, как бы, такое вредное излучение. Защищаем свои глаза, да? Да. Второй момент при работе за компьютером, это делать перерывы. Это обязательно, потому что все, что мы делаем вблизи, это огромная нагрузка. Плюс делаем перерывы какие? 40-45 минут работаем, 15 минут отдыхаем. Идеальный вариант, 40-45 минут работаем, 15 отдыхаем. Да, как в школе. Как в школе. Так, дальше, второй момент, это, да, уже третий момент, да, это мы рекомендуем при работе за компьютером использовать глазные капли увлажняющие, потому что глаза подсыхают. Обязательно, капельки должны быть у вас. Вот капельки, извините, еще перебью. Помните, одно время было такое новомодное направление, обязательно возле компьютера должен стоять кактус. и говорилось, что якобы кактус забирает вот это все вредное излучение. Что скажете, миф это или правда? Нужен ли кактус возле компьютера, так скажем? Ну, кактус мы не рекомендуем, это же все, конечно, немного. Тут, наверное, больше влияют какие-то вещества, которые сам выделяет кактус, и то это вопрос спорный. Ну, или говорят, в пределах погрешности, да, если какие-то обследования проводились. Здесь нет, раньше еще защитные мониторы накладывались, ну, это тоже. Ну, это было очень-очень давно, когда компьютеры только-только... Да, все-таки это близкое расстояние, оно играет огромную роль. И плюс световое излучение. Сколько приблизительно рабочее место от компьютера должно быть находиться? Вот давайте сразу на этом еще заострим внимание. Все-таки специалисты, у нас здоровая тема. Главный еще один момент. Работаете вы долго за компьютером, уже сказали, 45 минут работаем, 15 минут гуляем туда-сюда. И расстояние. Все-таки идеальное расстояние, чтобы не упираться, чтобы не щуриться, чтобы не приближаться. Это обычно это 40 сантиметров. Этого достаточно. Рабочее. 45-40, да, это самое ходовое расстояние, на которое мы подбираем и на которое мы компьютерные линзы настраиваем. Затем еще один момент, это хотя бы раз в неделю просто не пользоваться гаджетами. Ну, я знаю, что такая возможность практически невозможна, но если вы хотя бы раз в неделю будете отдыхать от ваших гаджетов, вы будете чувствовать себя намного лучше. Это вообще была бы фантастика, если бы просто вот, наверное, это, наверное, ну, я не знаю, куда надо уехать и забыть гаджеты, оставить дома. И просто ходить, дышать воздухом и рассматривать глазами без гаджета в окружающую себя. Вдаль, вдаль. Смотрим вдаль. Почему вдаль? Потому что, когда человек смотрит вдаль, глаза, как ни странно, расслабляются. То есть все мышцы глаза, они расслабляются, и глаз отдыхает. Плюс к тому еще момент какой, что надо настроить рабочее место, где вы сидите. То есть свет должен быть не слишком яркий и не слишком тусклый. То есть выбирайте световое освещение, все-таки комфортно. Мягкое такое освещение. Потом здесь имеет смысл, наверное, настроить световое излучение от компьютера, от самого. То есть если слишком яркий экран вам в полу, там, например, где-то вы работаете, не слишком яркое освещение. То есть выбирайте освещение такое, чтобы оно было комфортно для глаз. То есть это одно из таких важных моментов. Ну, в общем, главный совет для тех, кто работает за компьютером, сейчас нам Роман Александрович подсказывает, пересмотрите еще раз свое освещение и как настройки компьютера по яркости. Ну, вот еще такой вопрос. Бифокальные прогрессивные линзы. Очень много я про них слышала. Что это такое? Какие у них преимущества? И, насколько я поняла, у них все-таки они отличаются от обычной оптики. Вот что-то вы сегодня принесли. Сегодня, да, я принес, для примера, бифокальную линзу. Что это такое? Есть, это я сейчас показываю. Вот я вижу, там какая-то выпуклость. Да, совершенно верно. Здесь имеется две зоны. Первая зона для дали. Это вот сверху зона. И зона для чтения. Как раз она внизу находится и выделяется таким небольшим сегментом. Это для людей, у кого есть проблема. Ну, вот, например, после 40-45 лет там начинается возрастная дальнозоркость или пресс-биопия. Она начинается практически у всех поголовно. И здесь возникает у некоторых людей проблема. Здесь появляется различие между зрением вдаль и зрением вблизи. Появляется так называемая адидация. То есть мы, например, для дали у вас диоптрии будут одни, для близи другие. Это универсальный помощник, я так поняла. Особенно для людей более уже старшего возраста, 40+. Да, это универсальные линзы. Здоровая тема. Прислушайтесь. Универсальная бифокальная линза. Да, совершенно верно. Здесь можно, это два в одном очки, так сказать. То есть для дали и для чтения в одном формате. Есть еще прогрессивные линзы. Прогрессивные линзы более считаются крутыми. Еще круче? Да, еще круче, чем бифокалы. Здесь уже идет для дали, для чтения. Еще выделяется средняя зона переходная. Но здесь они отличаются от бифокалов тем, что у них нет этой границы. То есть они выглядят как обыкновенные. Ну вот она выглядит обыкновенно. Здесь какая-то разметочка. Здесь разметочка для мастер-оптика. А, для мастер-оптика. А линза уже сама все. Да, линза будет выглядеть как обыкновенные очки. Самая, я так поняла, сейчас навороченная, уж простите за такое грубо слово, это прогрессивная линза. Да, прогрессивная оптика. Все, прогрессивная оптика. Вот с линзами, с очками разобрались. Вы еще принесли контактные линзы. Да. Если человек не хочет носить очки, носит контактные линзы. Несколько самых главных советов для тех, кто не пользуется очками, носит контактные линзы. В первую очередь обращайте внимание на качество линзы. То есть есть сейчас две группы большие. Это гидрогелевые линзы или сейчас мы их называем сейчас недышащие. И есть силикон гидрогелевые линзы или дышащий материал. Отличаются они тем, что гидрогелевые материалы, они носятся не более 6 часов. И для людей, которые весь день работают, для Казахстана это огромное имеет значение, потому что здесь работает очень много, мы рекомендуем носить силикон гидрогелевые линзы. У них показатели кислородопрометраемости выше. Они носятся до суток и более, если вы в линзах дышащих уснете. Ну а сколько вообще все-таки лучше носить линзы? Вот вы сейчас сказали, два вида, которые носят 6 часов и есть, которые можно до суток. Но все-таки, чтобы наши глаза совсем не нагружали мы все-таки, сколько рекомендуют врачи носить линзы в сутки? Вообще рекомендации... Ну конечно, конечно, да. Утром одели, вечером сняли. Но это рекомендуем, потому что все-таки глазки отдыхали. Но есть такие ситуации, когда такой возможности у людей нет. Поэтому переходите на дышащий материн. И если, конечно, нет такой возможности, то тут нужен очень тщательный уход за линзами. Что вот это такое? Это может быть какая-то специальная очень красивая коробочка? Это называется дорожный набор для линз. Здесь представлены... Ну это такой универсальный набор, где вы непосредственно можете носить контактные линзы с собой в сумочке. Сюда входит контейнер, дополнительный резервуар для жидкости и пинцет и специальный инструмент для одевания лиц. Ну и плюс зеркальце. Ну в общем, это желательно иметь в каждой сумочке, не только в дамской, но, наверное, и для мужчин, если вы носите линзы. Ну да, для мужчин, наверное, мы подберем дорожный набор. Будет другой цвет, но вот интересный такой. Я сначала вообще подумала, что это пудреница, если честно. А Роман Александрович, линзы можно носить всем или есть какие-то противопоказания с заболеваниями, если это, опять же, какие-то астигматизм или еще что-то? Или всем всем? Ну вообще при астигматизме линзы показаны. Есть специальные астигматические линзы, они называются торические линзы. Они тоже выписываются и они заказываются индивидуально. Носятся они точно так же, как и обыкновенные контактные линзы, совершенно ничем не отличаются. Единственное у них отличие в том, что они выписываются вам индивидуально по рецепту. Их надо заказывать. Ну если я к вам пришла, мы сейчас говорим о полодороптике, где принимает Роман Александрович. И там я еще раз хочу заострить внимание, что можно и проверить зрение, и заказать очки, и получить профессиональную консультацию. И если, к примеру, мне нужны такие линзы, то есть мы это можем сделать все у вас, правильно? Да, совершенно верно. Можно подобрать и заказать. Сложности могут возникнуть у людей, которые не умеют одевать линзы, то есть мы уже обучаем этому. И сложности могут возникнуть у людей, у которых возникли какие-то заболевания, которые, например, в линзы там не показаны. Либо это просто воспалительное заболевание глаз. Тогда мы уже их лечим, потом уже работаем по подбору линзы. Про линзы поговорили, про очки поговорили, но не могу не спросить. Все-таки не стоит время на месте, меняются формы оптики, меняются материалы изготовления оптики. Все делается для так, чтобы мы чувствовали, вернее, крутится в этом мире так, чтобы мы чувствовали себя комфортно, красиво даже в очках или с линзами. Ну и все-таки, какие новинки в области медицинской оптики можно ожидать в ближайшее время? Вы же тоже следите за тенденциями, за направлениями. Что ждем? Что еще может облегчить нам наш... Ну, вообще, очень интересный вопрос. В первую очередь мы ждем какую-то... Ну, например, вот есть сейчас раздел адаптивной оптики. То есть это оптика, которая меняет параметры в зависимости от освещения и от потребностей человека. Это уже более такое крутое направление. Сейчас многие фирмы ведут разработки в этой области. Затем есть направление очки со встроенным искусственным интеллектом. Ух ты! То есть здесь уже имеет в виду... Здесь уже от тех, кто, например, работает с такими профессиями, как дизайнер, архитектор. Там есть направление, например, проекции на очки различных компьютерных моделей. То есть для того, чтобы... Для работы, вот именно. Но у нас есть эти очки или мы ждем? Сейчас пока нет. Это мечта. Это мечта. Мечта. Это посмотреть, увидеть. Ну и, конечно же, мы от последних, например, вот нанотехнологий сейчас очень распространены. Вот только хотел сказать, что ждем от нанотехнологий. Да, здесь все-таки это еще сделать круче наши пластики, то есть чтобы сделать еще и более прочнее, и чтобы они были более прозрачнее и более тоньше, что сейчас немаловажно. То есть чтобы на лице вообще мы не чувствовали ничего, а видели четко и... То есть максимально облегчить и максимально... Красиво. Это здоровая тема. Мы сейчас говорим о том, что, конечно, можно обратиться в медицинские учреждения и сделать какую-то операцию, но мы сегодня говорим об очках, если вы уж носите очки, чтобы вам было максимально комфортно. Это здоровая тема. Роман Александрович, поговорили о линзах, об очках, о каких-то заболеваниях и профилактике. Ну и, наверное, давайте подытожим ваш главный совет и рекомендация нашим зрителям, врача-офтальмолога. Ну, в первую очередь, конечно же, посещайте офтальмолога, посещайте оптометристов. Оптометристов, вот как интересно. Да, то есть направление, да, те, кто подбирают очки, ну это понятно. Следите за своим зрением. Если вы почувствовали, что, например, у вас какие-то изменения непонятные, непохожие, что было раньше, лучше обратиться к врачу, и он уже разъяснит вам, к чему это приведет и как действовать. Убираем гаджеты на сутки, стараемся целые сутки забыть про гаджеты. Это, наверное, еще один главный совет от Романа Александровича, и я, наверное, еще хочу сказать, не экономьте на глазах, да? Да, совершенно верно. Не пытайтесь купить оптику где-то в подвалах, в переходах. Покупайте там, где есть специализированные магазины, и кто этим профессионально занимается. Это будет вам только плюс. Берегите свое зрение. Берегите свое зрение. Это здоровая тема. Роман Александрович, вам спасибо. А мы продолжаем. Далее наша народная рубрика «Народные советы. Полезные советы». И сегодня мы говорим о глазах, о красоте и остроте нашего зрения. Это здоровая тема, и мы продолжаем. Итак, несколько советов на весну, когда столь долгожданное солнце может стать серьезной проблемой для зрения. Естественно, самый простой вариант защиты глаз от ярких лучей – качественные солнцезащитные очки. Они помогут предотвратить вредное влияние ультрафиолета на сетчатку глаза, а также сократить количество аллергических частиц. Не жалейте средств, приобретите такие очки, и лучше всего в оптике. Поверьте, они вам прослужат не один год. Весной мы больше проводим времени на улице, выезжаем на природу, работаем на даче. Солнечная и ветреная погода может вызвать сухость глаз, поэтому используйте специальные увлажняющие капли. Народные советы и бабушкины рецепты, что они рекомендуют? В основном – отвары, настойки из лекарственных трав, компрессы, примочки и капли из меда и алоэ. Все это может принести временное облегчение и уменьшит боль, но только в том случае, если все сделано правильно. К сожалению, застраховать себя от снижения остроты зрения на 100% нельзя, но меры профилактики соблюдать нужно. Они помогут снизить риск заболеваний. Занимайтесь спортом, больше двигайтесь, делайте зарядку и в том числе для глаз. Откажитесь от вредных привычек и хорошо питайтесь. Добавьте в свой рацион больше зелени, а также продуктов, богатые витамином А, Е и С. А вот большое количество кофе, соли, сладостей, жирной пищи и, разумеется, крепких напитков в вашем рационе – уже нездоровая тема. Прислушайтесь к нашим советам, соблюдайте гигиену зрения и не забывайте регулярно посещать офтальмолога. Проходите комплексную диагностику глаз. Чем раньше врач выявит заболевание, тем больше шансов сохранить зрение. И это здоровая тема. А я, Елена Белоградова, желаю вашим глазам сохранять ясный взор как можно дольше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова